Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И переходим к выпуску. Пенсионеры, которые получали до 2019 года выплаты более 25 тысяч рублей, в 2021 смогут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч. С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. У каждого пенсионера прибавка рассчитывается индивидуально. Она зависит от размера получаемой пенсии. Так, пенсионеры с пенсии в 25 тысяч рублей в 2019 году в 2021 будут получать 30 тысяч 326 рублей из-за индексации. А граждане с пенсии в 26 тысяч рублей смогут рассчитывать на ежемесячную выплату свыше 31,5 тысяч рублей. 43 крещенских купели оборудуют в Алтайском крае. Перед открытием специалисты возьмут пробы воды. Если она не будет соответствовать нормам, купание запретят. Как рассказал главный госинспектор регионального ГИМС Андрей Субачев, ледовая обстановка на водоемах нормальная. Установился прочный ледовый покров. В прошлом году у нас на некоторых водоемах из-за тонкого льда купели не открывались. Но в этом году толщина льда составляет от 30 до 60 сантиметров. Это хорошая толщина с прочной структурой льда. В Барнауле планируют обустроить две купели на озере Пионерском и на Аби в районе речного вокзала. И продолжаем. Барнаульский планетарий скорее переедет в стены бывшего кинотеатра «Родина». Здание в центре Барнаула реконструируют, после чего там разместится планетарий. Об этом ТАСС сообщил и в Комитете по культуре администрации города Барнаула. Из бюджета города на эти цели будут направлены 16 миллионов рублей. Сейчас этим зданием временно пользуется театр кукол. Реконструкцию смогут начать лишь после ввода в эксплуатацию строящегося здания сказки. В зрительный зал кинотеатра установят купол диаметром 9 метров. Систему для демонстрации современных полнокупольных программ. А также действующий аппарат планетарий. В планах вместимость зрительного зала составит 45 посадочных мест. А теперь к новостям спорта. Баскетболисты Барнаул готовятся сыграть свой первый матч в новом году. А хоккеисты Динамо Алтай продолжают тренироваться перед встречей с красноярскими рысями в рамках первенства ВХЛ. Все подробности далее. В первом домашнем матче 2021 года чемпионата России Суперлиги 2 на паркете спортивного комплекса Победа баскетболисты Барнаула встретятся с ближайшими переследователями в турнирной таблице – чебоксарскими ястребами. Хозяева находятся на втором месте с активом 75 очков, а гости на третьем. У них 73. Напомним, в первом округе наши баскетболисты в гостях обыграли соперника с минимальным преимуществом. Начало матча в 17.00. Хоккеисты Динамо Алтай продолжают подготовку к первым домашним матчам нового года против красноярских рысей. Барнаульская команда вышла на лед уже 3 января. В команде настроены игры боевой и только на победу. На тренировках поработали над физической формой. В этом сезоне команда красноярские рыси показывают очень хорошую игру. И нашим ребятам будет непросто. Хоккей, я думаю, будет интересный. Правильно вы заметили, что в рыси совсем другая команда. Не та, которая была в прошлом году. Играть с ними интересно. Я думаю, будем играть, конечно же, на победу. Это 100%. Ребята готовы, ребята заряжены, ребята соскучились по играм. Поэтому приглашаем всех болельщиков на хоккей, поддержать команду. В турнирной таблице Барнаульцы занимает второе место с активом 39 очков. А красноярские рыси преследуют «Динамо Алтай», находясь на третьем месте. И отстают на 15 баллов. Но стоит отметить, что у хозяев на 4 игры больше. Осталось не так много матчей до плей-офф. Поэтому каждая встреча будет важна для турнирного положения. Изменений со вставе не предвидится. Будем справляться своими силами. Ведь команда, несмотря на новогодние праздники, находится в форме. Перерыв был достаточно хороший. То есть ребята отдохнули, кто-то съездил домой, кто у нас издалека. В принципе, с хорошим настроением, с положительными эмоциями вернулись ребята. Поэтому я ожидаю очень хороших игр. Без лишнего веса? Да, а когда? Не успели они на брайде. У нас не до 11-го были бы праздники. Из ограничений все так же. Общая заполняемость трибун 25%. Игры состоятся уже в эту субботу и в воскресенье в 17.00. А также 19 и 20 января в 19.00. Встречи пройдут на Титов-арене. Дмитрий Дроздов. Новости. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова